Всем привет дорогие друзья, с вами Электа Бест, добро пожаловать в новое видео и сегодня у нас контент с нашей баронской битвы, которую я отыграл на аккаунте Ставника, а им был Дуангсу, наш действующий император. Жесткой зарубы в этот раз, к сожалению, не было и против нас прилетела воевать только вот единственная гильдия ЦХ, в которой сборила Крэйзи Тата. Там довольно-таки сильный аккаунт, полностью прокачан по Астролиту, не хватает только немножко артефактов. Мы уже с Крэйзи Татой встречались на предыдущих баронках, в принципе воевать она умеет и Т5 гильдия ЦХ набирает приличное количество, столько же, сколько набирала гильдия QQQ. Я, получается, играл здесь от защиты, она уже пыталась подобрать контрпропорцию, с чем у нее, конечно, были проблемы, потому что только что она зашла пропорцией пехи-луки в кучу пехов, то есть это 9-9-2 с ее стороны, в нашу пропорцию 8-6-6. И такое пробить, конечно, не было никаких шансов, выбор отвратительный, зачем-то она еще под это дело использовала чернокрыла, то есть можно было, конечно, чернокрыла продержать, вот, например, под этот сбор, потому что вот такое, в принципе, сработать против моей солянки должно. Я ничего не менял, также сижу 8-6-6, куча пехоты, и она здесь пошла, получается, чем-то наподобие 6-5-9 со своими пехами, то есть кавы там чуть побольше, и луков мало. Я вот тут думал, что поставить либо стрелковый клин, либо, может быть, кава-фалу, но решил остаться на стрелковой фале, в итоге не прогадал. Она здесь зачем-то использовала кавалерийскую фалу, в принципе, не самый плохой выбор, но стрелковая фала все же, наверное, была бы здесь поэффективнее, да, согласитесь. Хотя у нее в пачке стоял фамильяр на щит кавы, то есть саблезуб, он довольно-таки неплохо заходит, и под кава-фалу работает плюс-минус норм. Кстати, хочу отметить, что за форты мы не воевали, потому что я специально попросил наших ребят, чтобы на фортах гильдию ЦХ не трогали. Им нужна была дополнительная мотивация против нас воевать, а если бы мы еще и форты захватили, получив при этом 400% атаки, то у них бы шансов вообще не было. И после нескольких разгромных отчетов они бы просто улетели, и на этом бы все закончилось. То есть я бы даже не смог записать контент на полноценный ролик. Ну а так она воевала против нас примерно час, и сейчас вы увидите, что из этого всего произошло. Я ей, кстати, написал, что если вдруг она меня пробьет хотя бы раз на ците, то мы ей отдадим спокойно третье место. С нашими ребятами я тоже это согласовал. В итоге получилась довольно-таки веселая заруба, и она держалась где-то на протяжении часа. Так, следующий сбор с кучей кавы я решил принять на стрелковом клине, и получилось, честно сказать, так себе. Я тут даже почти проиграл. Почти мы тут отдали третье место, но почти не считается. То есть смотрите, у нее пострадала кава, у меня пехота, то есть она реально нас тут законтрила. И стрелковый клин как-то не особо-то и сработал. Я тут выиграл, но чисто за счет стат. Но только за счет них. Если бы аккаунты были бы примерно одинаковые, то здесь бы я бы точно вылетал, причем с разгромным отчетом. Причем на любой фале. Далее на меня снова идет примерно такой же микс с кучей кавы, но я свою пропорцию уже поменял. Потому что предполагал, что после вот предыдущего отчета, где она почти выиграла, она попробует зайти примерно тем же самым, но наберет побольше т5-х. Или что-то там немножко поменяет, наверное, в пользу большего количества кавы. И я решил пересобрать на 8-8-4 и не прогадал. Не знаю, почему она здесь сбор не отменила, потому что пробить вот это тем, что она здесь собрала, было просто нереально. То есть это прям чисто контр-пропорция. Райанцев в потерях тут больше 300 тысяч войск. Луков она тут даже не прошла. Снова прошу перекреп. В этот раз пропорция 7-8-5. То есть у меня свои пехи там выбраны. И я хотел, чтобы по итогу пехов и луков было примерно равное количество. То есть я не хотел просить 8-8-4, потому что тогда у меня пехов было бы больше. А эта пропорция более уязвимая, как показывает опыт. Далее снова неоправданный выбор от Крейзи Таты. Опять зачем-то отправляет пропорцию с кучей кавы. А у меня с предыдущего раза ничего не поменялось. Сидят все те же пехи-луки. То есть я могу принять такое на любой фале. Ну, наверное, на любой, кроме пехотной. Потому что все-таки кавы много и пехоту она развалит. Тут, кстати, Крейзи Таты использовала буст на 70% атаки армии. Но помочь он тут, скорее всего, не сможет. Ну да, потому что все-таки контр-пропорция на моей стороне. Райанцев в потерях примерно миллион войск. И пехотная фаланга тут, ну, вообще не вариант. У меня кавы больше ляма. При таком количестве пехотная фала вообще никогда не выиграет. Даже если бы у нее пехоты было бы там ляма полтора. Ну, а так, в ее пропорции пехов практически не было. И я не понимаю, зачем она вообще стала ими танковать. То есть идеальный выбор в той ситуации. Это все-таки стрелковая фала. Но даже так она бы не смогла меня пронести. Так, смотрим, что у нас идет дальше. А дальше та же самая пропорция, чем сижу и я. Это глупый выбор, потому что если атаковать меня тем же самым, то тупо решат статы. То есть это не контр-пропорция. Это прям вот реально то же самое. Сейчас вы посмотрите на подробный отчет. И видите, Райанцев в потерях 300 тысяч войск. Вот это вот, собственно, разница стат. Видите, пехи-луки против пехов и луков. В Т5, ну, примерно равное количество. Кстати, фамов она использует других. Она почему-то под эту пропорцию не берет фама на щит стрелков. Вот под кавалерийскую пропорцию берет фама на щит кавы. А под стрелково-пехотную, под луковую фалу, да, в южника почему-то не берет. Почему, непонятно. В южник гораздо лучше, чем тот же самый чернокрыл в такой солянке. Потому что он сейвит, ну, приличное количество войск. И стрелков из-за этого пройти становится проблематично. Так, ладно, смотрим дальше. Сейчас выйдет следующий сбор. Посмотрим, какая будет пропорция. Так, в этот раз снова то же самое, что ли? Ну-ка. Ну, примерно да. Хотя побольше пехов. То есть больше пехов, чуть меньше луков. И, в принципе, это можно назвать контр-пропорцией. Потому что у меня пехов и луков равное количество. Вот если бы у нее аккаунт был бы чуть-чуть посильнее, то здесь я бы, скорее всего, даже бы проиграл. Так, после этого удара я решил поменять снова пропорцию на 866. То есть вернуться к тому, что было изначально. Вижу, что она начала сборить пехами и луками. И пехов с каждым разом становится все больше. Поэтому надо что-то менять. Иначе меня скоро такими темпами пробьют. То есть контр-пропорция может выбить даже вот такие вот императорские аккаунты. Просто нужно эту контр-пропорцию подобрать. Вот в данном случае, если бы она пошла 866 или 956, то есть куча пехов меня бы пронесла. Здесь она была довольно-таки близка к победе. Использовала даже чернокрылое. То есть, видите, у меня луков столько же, сколько и пехов. Ну, чуть-чуть поменьше. А у нее пехов, ну, вроде бы больше. Да, пехов больше. Ну и, соответственно, урона многое. Даже несмотря на то, что аккаунт императорский, ОЗ, там, почти 1000%. У нее на АКИ, ну, ОЗ, наверное, процентов 800. То есть на 200% ниже. Причем две шмотки аккаунта Дуана дебафят ОЗ на 14%. Это, собственно, императорские шмотки. Это работает так же, как и деморализация. То есть вычитает именно из общего процента. То есть, грубо говоря, если у тебя там 1000%, то вычтится 140. Так, давайте-ка вернемся, потому что у меня все меньше и меньше остается своих собственных войск. И я хотел обновить солянку и пересобрать. Но этот сбор, как вы видели, я тоже принял. Собственно, после этого сразу же распустил. И зайдем сейчас в 4 миллиона 150 тысяч войск, потому что у меня работает троянский конь. Так, ну, тут она снова решила ничего не менять. Пойти пехами и луками. И убилась. Против контрпропорции. Вот такие вот дела. Так, сохраняю все отчеты. Пока что я ничего не проиграл. Впереди будет еще там либо один, либо два сбора. Ждем. Так, вышла Крэзи Тата. В этот раз с кучей кавы. И, в принципе, это может сработать, потому что у меня пропорция 866. Плюс свои 375 тысяч пехов. То есть пехов там примерно столько же, сколько у нее кавы. То есть, по факту у нее контрпропорция, вроде бы как. Но от кавы не будет толку, если она до пехов не доберется. И это, собственно, произошло. Смотрите на отчет. 2 миллиона 400 тысяч потерь с ее стороны и всего лишь миллион с нашей. Видите, просто не дошла кава до пехов. Застряла в стрелках. И урона ноль. При этом ее сбор развалился практически в салат. После этого они больше не сборили. То есть, все 3 места достались нам. Все, закончилась баронская битва. Теперь у дуана одновременно 3 самых крутых титула. Это титул императора, титул барона и титул правителя. Там только от них статы увеличиваются где-то примерно на 40% атаки и ОЗ армии. Это просто дофига. Давайте выйдем на запал и посмотрим, что у нас здесь в лупе. Так. Ну, интереснее всего, конечно, оценить армейские статы. И тут получается 600% атаки армии. Даже 616. И 966% ОЗ армии. Это просто дофига. Больше ОЗ я ни у кого не видел. Даже можете сравнить с обзором аккаунта Белгим. Там ОЗ где-то процентов на 30 меньше. Хотя у нее тогда были все те же 3 титула. Друзья, на этом видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я желаю вам удачи. И всем пока. До новых встреч.